Ну, во-первых, я очень рада, Ирочка, что ты согласилась, что ты пришла ко мне в гости, прям мой эфир. Я думаю, что 99% всех слушателей знают тебя, но вдруг какой-то 1% не знает и знакомится только с тобой и твоим творчеством, поэтому я тебя представлю. У меня в гостях Ирина Минц, замечательный фортепиано-педагог, концертная пианистка, создатель уникальной методики хелло-пиано, композитор, автор многочисленных сборников для фортепиано, желанный член жюри на многих международных конкурсах, организатор онлайн-фестивалей, семинаров и мастер-клубсов. И у меня сразу вопрос. Ирочка, у тебя вообще время есть свободное для себя? Это очень сложный вопрос. Конечно, хотелось бы, чтобы чуть-чуть побольше. Устроило бы, наверное, часов 30. Я не композитор, говорю сразу. Все, что я пишу, это исключительно методические цели. Я хороший методист, я не побоюсь этого слова. То, что я пишу, это абсолютно необходимо для моих учеников, для того, чтобы они могли овладеть какими-то видами техники. Или наоборот, чтобы они могли развить свою музыкальность. И это методические пособия. Я не могу себя назвать композитором. Ну, а все остальное, наверное, большое тебе спасибо. Я прям выросла в своих глазах. Ну, у тебя есть выходной? Вот законный выходной один, где нет? Нет, ни одного выхода. Нет, мы с тобой встречаемся? Нет, обычно нету. Ну и хорошо, я очень рада. Ну, смотри, ты настолько невероятно влюблена в свою профессию, в педагогику и в музыку. И у меня сразу вопрос. Это наследственное? Или это все-таки было волей случая, что ты выбрала педагогику? Как ты вообще к ней пришла, к фортипианной педагогике? Я понимаю. Значит, это несколько... Должна я пару слов рассказать о своей семье, для того, чтобы было понятно. Моя семья... Я росла в музыкальной семье, безусловно. Но ни один из членов моей семьи не играл ни на каком инструменте. Мама, безусловно, была связана с культурой. Она работала в Харьковском областном управлении культуры. И так как она была ребенком войны и послевоенная юность, не дали возможность ей играть. У нее, безусловно, она мне об этом рассказывала, было огромное желание, чтобы ее дочка исполнила заветную мечту и могла научиться играть. Папа, к сожалению, рано ушел из жизни, иначе бы я ему сейчас задала вопрос, как могло произойти, что обыкновенный инженер выбирал в качестве колыбельных песен своему ребенку Арии из оперы Леон Кавала или Пучини. Это были мои колыбельные песни. И он их пел? Да. Он пел, причем со всеми словами, как положено. У него был очень хороший голос. Бабушка, я выросла с бабушками, с бабушкой и с прабабушкой. Прабабушка, наполовину дворянка, наполовину революционерка, имела свои ложи в оперном театре. Соответственно, связь с музыкой, с культурой, с операми была замечательной. А бабушка моя, с которой мы, она умерла в 101 год, мы здесь прожили последние годы в Германии вместе с ней, для нее музыка вообще была всю. И я не могу не рассказать о том, что когда ей было совсем уже плохо, я придумала такую хитрую хитрость. Для нее был Бог — это Хворостовский. И я ей сказала, ты знаешь, я встретилась с Хворостовским и рассказала тебе о нем. И началась переписка между Хворостовским и бабушкой. Мы пели его песни, мы слушали, мы пели Ариев, голос, мы плакали вместе от голоса Хворостовского, но она прожила вот с этим чувством, и это ей помогало жить. В общем, естественно, я должна сказать, что семья музыкальная. Но профессиональных музыкантов не было, да? То есть профессиональных ортопианных педагогов не было? Профессиональных музыкантов не было и нету. Потому что в 14 лет я встретила своего мужа, который тоже непрофессиональный музыкант и инженер. То есть в 14 лет мой самый удачный и самый замечательный лотерейный билет, который я могла вытащить в своей судьбе, он всегда со мной, мой муж. У нас двое детей, которые тоже не музыканты. Ну, в общем, почему-то в семье один я. Вот так. Ирочка, ну у меня сразу, раз мы так плавненько к Славе перешли, Слава Славе, я знаю, что он у тебя как ангел-хоронитель во плоти и крови, да? И это вы уже больше 40 лет вместе. А вот то, что у вас совершенно абсолютно разные профессии, это обогащает отношения или всё-таки диссонанс? Безусловно, обогащает, конечно. Обогащает. Славик человек, Славик ум, а я больше эмоциональная часть нашей семьи. И всё вместе. Он уравновешивает. Замечательно. Он мне всегда во всём помогает, он разделяет все мои интересы. Касается лета музыки или когда мы ещё находились в Харькове после окончания консерватории. Мы занимались очень серьёзно собаками на Украине. Разведением собак, да. И когда я принесла щенка первого в дом, мой муж не хотел категорически и был против. Но в результате для меня, спасибо ему большое, он стал национальным экспертом Украины. И, в общем-то, это была большая-большая часть нашей жизни. Да. Ну, посмотри, вот в воспитании собак же тоже нужны педагогические навыки, поэтому это всё пригодилось. Ну, это же и одно. Совершенно верно. Очень много педагогических навыков. Навыков уметь поддать себя в нужную минуту, уметь раскрыться, уметь показать... И терпение, и терпение безграничное, да. Ирочка, ну, раз вот ещё тоже сотрудничество у вас семейное, да, вместе со Славой. После переезда в Германию, вот я прочитала, что уже будет в следующем году 20 лет со дня организации вашей музыкальной школы. Частная музыкальная школа Ирины Минск. Да. И Слава, естественно, непосредственно, да, организует процесс, а ты креативный директор и директор официально своей школы. Вот скажи, пожалуйста, а как построено обучение у тебя в школе? И в чём отличие от государственных музыкальных школ у нас в Германии? Я очень благодарна всем музыкальным школам в Германии, в частности нашей Фридбергской и Баднаухаймовской школе, что в своё время они меня не взяли на работу. Это послужило... Слушайте, тебя подтолкнули. Совершенно верно. Это меня подтолкнуло к тому, чтобы создать свою школу. И, конечно, я пыталась создать свою школу по той схеме, которая бы давала, на мой взгляд, наилучшие результаты. И моя школа... Мы принимаем, конечно же, всех. У меня очень небольшая школа в городе, которая насчитывает 30 тысяч населения всего лишь. В общем, по нашим украинским меркам это должна была бы быть какая-нибудь Мерефа или что-то такое. У нас есть 30 тысяч всего. У нас есть музыкальная школа городская, в которой больше тысячи учеников. У меня где-то учеников 150. И у нас, во-первых, занятия могут быть для учеников, которые просто хотят общее развитие получить. Или ученики, которые хотели бы профессионально заниматься. Для тех, кто хочет профессионально заниматься, мы предлагаем два раза в неделю занятия. У нас теория обязательно. У нас есть другие инструменты. У нас гитара, вокал, скрипка. В общем, короче, мы действительно пытаемся подойти к этому вопросу очень разнообразно и флексибельно. Как это по-русски? Гибко. Да, очень гибко. Получается, что у вас предложены несколько инструментов для изучения. Не только фортепиарно. И есть ли у вас классные, не классные, классные у тебя и так есть концерты, а концерты школы, где принимают участие все ученики? Дело в том, что концерт школы, в котором бы приняли участие одновременно 150 человек, просто невозможен. Мы обязательно устраиваем перед Рождеством концерты классов педагогов. И каждый педагог приглашает родителей своего класса и устраивает... Можно по-русски, да? И устраивает... Не-не-не, всё в порядке. Это я здесь скажу. По-русски, пожалуйста. По-русски. И устраивает концерты. Что касается летних концертов, мы проводим тоже такие небольшие отборочные туры, на которые выступают все дети. И на самый большой концерт мы приглашаем 25-30, на наш взгляд, лучших учеников, с самыми интересными программами, разные инструменты. Конечно, они имеют право себя показать. Они это заслужили. И дети получают... Мы много участвуем в конкурсах. И, естественно, это тоже учитывается. Кто сколько принимал участие раз в конкурсах, кто получил наибольшее количество наград. И мы считаем, и гран-при получает тот, кто получил наибольшее количество наград. Получают даже родители награды. Потому что я считаю... Ну да, родители работают. Они прикладывают огромное усилие. Да-да. И я помню, как ты говорила, что ты отбираешь не учеников себе, а родителей. И по какому принципу ты отбираешь родителей? Ну, во-первых, это не моя фраза. Я уж не помню, кто это сказал. Но это говорили и до меня, естественно. Потому что нам нужен треугольник. Нам нужна работа со всех сторон. И если... Я вижу, что родители действительно заинтересованы. Что у них горят глаза. Так же, как и у ребёнка. Первая встреча, она очень о многом говорит. Если родитель приходит и сидит в сторонке и занимается своим телефоном, то, в общем, скорее всего, наверное, такой родитель меня не заинтересует. А дети, конечно, это глаза. Когда я общаюсь, обычно возникает искра и любовь веет здесь. Взаимная. Ирочка, но вот это сотрудничество с родителями, оно продолжается на протяжении всей учёбы ребёнка? Или всё-таки только первые годы обучения? Ну, в общем-то, родители всё время принимают участие. В той или иной мере. Конечно, поначалу мне очень нужна их помощь во время начальных каких-то домашних заданий. Когда дети занимаются... То есть они сидят у тебя на уроке, да? Они сидят у тебя на уроке. Обязательно. Они сидят у меня на уроке, они снимают то, что я говорю на видео, и они просматривают с ребёнком, они обсуждают, они контролируют, они присылают мне видео домашних заданий. И, естественно, с детьми, которые взрослеют. У нас остается больше с родителями связи в смысле конкурсов, в смысле каких-то организационных вопросов. Если мне в чём-то нужна помощь, то родители, конечно, всегда на страже. Они настолько уже вовлекаются в процесс, что, наверное... Я-то на днях думала о том, что в этих стенах и в этой школе воспитываются не только дети, но и родители. В результате через год, два, три мы, в общем, дышим одинаково, думаем примерно одинаково, и мы могли бы все играть в ансамбль. Ну, это замечательно, когда у вас получается большая семья, да? Это практически родственные отношения. Замечательно. И раз ты уже сказала о концертах-конкурсах, конечно, это замечательная мотивация. Ты ещё Артабалецкая говорила сразу на целенность ребёнка на выступления концерта, да? И я знаю, что ты ещё и член жюри на многих международных конкурсах. Скажи, пожалуйста, какие конкурсы тебе запомнились больше всего, и какие ты от чего сердца можешь рекомендовать другим педагогам? Потому что у тебя больше 550 побед на конкурсах у учеников. Я бы хотела вначале рассказать о нашем интерном, внутреннем конкурсе, потому что, на мой взгляд, это очень важно. В этом конкурсе принимают участие все дети, все желающие нашей школы. И они не только участники, но они и члены жюри. Все абсолютно. У нас группы по 5-10 человек. И за месяц, за полтора подготовки к конкурсу мы вводим ребёнка в курс критериев, оценочных критериев жюри. То есть они уже понимают, о чём речь. Что у нас оценивается качество звучания, у нас оценивается постановка рук, музыкальность и радость от исполнения. Многие пункты. Соответственно, они перенимают на себя это. Если они строго к кому-то относятся и проверяют, всё ли тут сделано, значит, когда они готовятся, они об этом думают сами. И у них есть определённые критерии оценок. И вот таким образом они выставляют свои оценки. Это у нас называется junior-жюри. У нас есть профессиональное жюри на этом конкурсе. И фишка всего этого, что ученик, который получает гран-при по баллам набранным, на следующий год становится членом профессионального жюри, то есть вместе с преподавателями. Ну, в общем, конечно, мотивация очень сильная. И подготовка к этому конкурсу огромные приносят успехи. Просто огромные. Что касается конкурсов немецких, замечательные конкурсы. Конкурс Баха, на котором мы принимали участие. Это конкурс Шумана, Стайнвей конкурс в Гамбурге. Нет, это интернациональный конкурс. Мендельсона конкурс. То есть, действительно, конкурсы, которые для Германии имеют очень-очень высокий уровень и значение большое. Международные конкурсы. Ну, пожалуй, мы были в Америке, мы были в Азии, мы были в Вене. В Вене вы были тоже. Естественно, в Европе. Мы были во многих странах. Мы были и в Италии. Сита Ди Барлетта – очень хороший конкурс. Мы были в Вене. Это Фойрих и Эдельвайс. Мы были в Америке. Совершенно замечательный конкурс с Ириной Гориной. Один из, на мой взгляд, самых лучших по организации, на мой взгляд. Мы были в Азии, в Таиланде. Ну, не перечислить. Если у кого-то будет большое желание посмотреть, где мы были, наверное, стоит сойти на страницу музыкальной школы и посмотреть наших лауреатов. Там, в общем, всё на бумаге из головы вылетает. Единственное, что я хочу сказать, что я никогда не сужу, если я сижу в жюри конкурсов, я никогда не вожу тогда на эти конкурсы своих учеников. Это же касается также виртуальных онлайн-конкурсов в последнее время. Много очень предложений со всех уголков земного шара. Я, к сожалению, не во всех могу принять участие, но когда мне предлагают поставить видео своих учеников, я категорически отказываюсь. Это совершенно, я считаю, неприемлемо. Вот. Так что конкурсы – это то, что нас движет, то, что, безусловно, процесс, для меня важен процесс подготовки. Результат бывает разный, мы все знаем, бывают разные конкурсы, и хоть я стараюсь вначале поехать на конкурс, а потом везти своих учеников. Я вначале езжу и слушаю, если это возможно, конечно. Но процесс подготовки для ученика, безусловно, становится очень важным. Мощный двигатель, да. С моей стороны, я прикладываю огромное количество усилий. У нас не проходят занятия два раза в неделю, как ты сама понимаешь. За пару недель до конкурса мы занимаемся каждый день просто. И, да, пирожок в духовке готовится. Здесь, да, нужен кропотливый труд, упорный, как шлифовтик алмазов, да. Грани за грани шлифуем. Грани, скажи, пожалуйста, ну не всех же ты готовишь на конкурс? То есть есть часть учеников, которые остаются один раз в неделю, и они просто для себя играют. Ну, таких у меня, наверное, 2-3%, скажем так. Есть у меня те ребята, которые занимались конкурсами, действительно замечательные, но сейчас, когда им стало по 17-18 лет, они не хотят бросать музыку и остаются у меня. И, естественно, с такими мы занимаемся один раз в неделю, они очень много могут сами. Или у меня есть взрослые ученики, которые для себя занимаются. для тех, кто не из Германии у нас, то я хочу сказать, что здесь в Германии система совершенно другая, не такая, как в России или в бывших странах СНГ. Здесь в основном занимается раз в неделю, от 22,5 минуты до 45 минут. А, Санечка, я должна тебе сказать, что это не только система Германии. Сколько я езжу с мастер-классами по всему миру. Оказывается, такая система везде. Это просто удивительно. Да, поэтому в твоей школе, в принципе, это подарок судьбы, когда ученик получает два раза урок и такой мотиватор и концертные выступления, и конкурсы, и это совершенно другой уровень подготовки. И вопрос сразу... Твоя школа набирается просто в Мюзикшуле Ирины Минц, да, если кто-то захочет на сайте прочитать? В Мюзикшуле Минц. Минц через ЦЭТ. Не Т-С, а М-И-Н-Ц. Понятно. Ирочка, в Германии вы уже больше 30 лет, да? Ну, уж совсем, 25. 25, ага. Конечно. Ну, наверное, ты столкнулась с тем же, чем и я, когда переехала. То есть старый материал уже не работал с учениками, а новый не устраивал. Поэтому ты, как креативный человек, создала свою методику, свою портепианную школу. И расскажи, пожалуйста, о том, как выстроены твои книги и филопиана. Да, я знаю на сегодняшний момент их 4, если я не ошибаюсь. Ошибаешься? Ошибаешься уже 5? Уже 6, наверное. Уже 6. Ну, вариации на тему бака я не считала. Ну, я знаю, что они пользуются большим спросом и переведены в оригинале не на немецком языке, а переведены на русский и на английский языки. И расскажи, пожалуйста, как они выстроены? Первый том, третий, второй? Я сейчас начну с того, о чем меня всегда спрашивают и пишут. Каким образом получается, почему у вас, у вас что здесь, какой-то особый воздух, вы кормите детей особыми препаратами, почему все дети настолько увлечены в процесс, почему они так мотивированы? Я бы сказала, что процесс, вопрос мотивации стоит на первом плане. И вот сейчас я от мотивации перейду плавно к своим учебникам. Вот смотри, постарайся проследить за моей мыслью. Мотивация, основная составляющая мотивации, на мой взгляд, это успех. Никто не будет с этим спорить. Успех – это то, когда у тебя что-то действительно хорошо получается, легко получается. А мы не можем думать о том, что мы будем легко и свободно играть на инструменте, если у нас не будет плохо организованный аппарат, пианистический. То есть вот этот момент, мотивация, успех, хорошо получается, хорошо организованный аппарат. И легло, собственно говоря, в основу моих книг, моей методики. Потому что я глубоко убеждена, не музыкальных детей нет, абсолютно убеждена. И если не с первого, на самом деле, честно, вот-вот честно, если не с первого момента это видно и чувствуется, то при правильном подходе, при учителе, который хочет раскрыть ребенка, и родителях, которые хотят ему в этом помочь, раскрываются, практически все дети раскрываются. Да, у кого-то более удобный пианистический аппарат, у кого-то менее удобный пианистический аппарат. Но случаются такие чудеса, в которые невозможно, собственно говоря, поверить. У меня есть несколько учеников, которые занимаются сейчас в консерваториях, которые, когда они пришли ко мне, мне мой муж говорил, что ты так вот за них переживаешь? Ну, 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 они же совсем, ну, 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 никак, ну, никак. И все равно я верила, что что-то такое должно произойти. И произошло. И сейчас мои ученики, которые вот несколько, я не буду говорить, кто, это совершенно никому не интересно. Ну, ученица, которую я взяла, допустим, которая сейчас прекрасно показывает результаты, поначалу, ну, не очень. Вот, ну, естественно, мы столкнулись все здесь с тем, что ребенок должен получать удовольствие от занятий. Согласна. А мы хотим, как воспитанные в лучших традициях русской школы пианистической, мы хотим, чтобы это было качество. И опять же, мы вспоминаем связь о том, что без хорошего аппарата невозможно с удовольствием заниматься. Если нет удовольствия, то не будет успеха, а не будет успеха, не будет мотивации. Вот, в связи с этим и началась история моя с книгой Хеллопиана. Поначалу это была первая книга до нотный период. Ой-ой-ой, пишет кто-то, я начинаю отвлекаться. Нет-нет, не читаем комментарии, я просила никому не писать вопросы комментарии пока. Вот это твоя книга, да, первая? Вот, спасибо большое. Она перевернутая тоже. Да, конечно же, наработки были давнишние. Безусловно, когда я приехала в Германию, было вынуждено приспосабливаться к реальности, то, естественно, я начинала что-то писать детям, какие-то листики. И после этого в 98-99 году это приобрело уже какие-то более реальные формы. И пять лет назад, да, появилась первая книга. Ну, вот сейчас уже я считаю, что это очень большой комплекс музыкально-педагогического материала, который позволяет очень креативно воспитывать малышей. Можно похвастаться? Конечно, нужно. Хвастаюсь. Это констатация фактов, это не хвастовство, это констатация фактов. Вот прям сейчас похвастаюсь. Я не могу называть имена. Но ко мне приходят сообщения от очень публичных людей. И я знаю, что дети очень многих, очень больших музыкантов, классических, занимаются по халу пиано. Мировых поп-звезд. Вот, когда я услышала имя, я просто села. Владельцы очень крупных компаний. Дети, их дети. Дети кутюрье. Ну, в общем, почти что в 90 странах эта книга пользуется успехом. И, наверное, скорее всего, я понимаю, почему. Ну, во-первых, естественно, все книги, которые выпускает любой автор, они сделаны с любовью. Это понятно. Все книги несут какую-то цель. Книга халу пиано, она является, конечно, квинтэссенцией моего очень большого опыта 45-летнего и в России, и в Германии, особенно в Германии. Но здесь еще... И в Украине, да, извините. Она адаптирована к психологическим особенностям детей, причем современных детей. И вот это не только иллюстрации, это не только какие-то схемы особенные, это музыкальная стилистика, это возможность дать даже совсем маленьким детям, еще не обладевшим, к примеру, нотной грамотой, тем не менее, играть. Или... Я сейчас вот сделала последний сборник с дуэтами. Дети могут, научившись некоторым базовым основам игры на инструменте, все же прикоснуться, на мой взгляд, к совершенно потрясающей музыке. Я специально не брала фортепианную музыку, считаю, что фортепианную музыку нужно играть в оригинале. В оригинале. Да. А вот симфоническую, камерную, музыку для, может быть, органа и скрипа. Вот это мне хотелось дать детям возможность к этому прикоснуться. Что касается самого метода, первая книга это донотный период. Это развитие памяти и внимания. Это подготовка к гаммам. Это какие-то упражнения, которые помогают развить концентрацию. Все, что нам потом будет необходимо для чтения нот. Естественно, дети, когда играют, они пытаются, я пытаюсь стимулировать музыка, их образное мышление. Это совершенно понятно. Вторая книга это знакомство с нотами, с интервалами, теория, даже в некоторой степени композиция. И естественно, каждая маленькая, самая легкая, самая на первый взгляд незатейливая задание или пьеса сопрождается аккомпанементом, что дает возможность в трех темпах аккомпанементы. Это тоже я до этого не встречала нигде. Я делаю три темпа. Очень медленный, максимально медленный, для того, чтобы дать возможности ребенку слушаться, понять. и естественно, во всей этой методике самое главное это не стремление начать сразу играть пятью пальцами. Как-нибудь, но главное, чтобы играть. Это стремление научить слушать звук, стремление научиться играть красивым звуком, потому что если мы будем думать только о том, чтобы бегать по клавишам, мы будем спортсменами. А если с самого начала никуда не спешить. И в принципе, мне кажется, эта методика одна из тех методик, которая дает возможность не спеша двигаться. Потом нагоняется с лихвой. То есть ты закладываешь очень хорошую основу базовую. Да. Когда ребенок совершенно свободно играет, погружается в клавиши, когда он может хорошо артикулировать каждым пальцем, когда он может и понимает, каким образом сыграть легато, чтобы не было вот этих толчков, когда он может переключаться, моментально перестраиваться на разные характеры. Мы специально играем с разными образами. Тогда и мы очень хорошо умеем читать ноты. Тоже хвастаюсь. Потому что оказывается это облегчает нашу жизнь невероятно. Когда я вспоминаю моих первых учеников здесь, как я с ними здесь сидела и буквально каждую ноту объясняла, они не хотели понимать и читать. Сейчас они приходят и они мне рассказывают, как они читают нотный текст, что они видят, что они понимают. И они очень хорошо это делают. Третья книга называется «На концерте». Это пьесы для начинающих, концертные пьески, которые не только с... Я не могу показать. Не только с нотами записанными, с аккомпанементами, но и со схемами. Это схемы для тех детей, которые еще... И не знаю, вы увидите, не увидите... которые еще не умеют читать ноты. Подготовительные упражнения и сами пьески для детей. Здесь я уже начинаю использовать QR-коды. Если раньше я использовала для аккомпанементов CD, то, начиная с третьей книги, появляются QR-коды. Четвертая книга это книга развития техники у начинающих. Собственно говоря, небольшие формулы, технические формулы. Нигаус говорил, что обладение такими техническими формулами значительно облегчает освоение уже фортепианного репертуара. И здесь же есть небольшие этюды. Как дополнение две книги вариации на тему Баха и вот самый свежий сборник дуэтов. Собственно говоря, с помощью этих сборников мы дополняем эту методику. Меня очень часто спрашивают. Я могу добавить еще к третьей книге мне очень нравится, что там звуковысотная схема, очень понятная, но тем не менее стоит артикуляция, тем не менее стоит аппликатура. То есть это как подготовка уже ученика к чтению нот. И что еще ценное, то что можешь варьировать и первую, и третью книгу со второй. То есть донотный вариант можно совмещать уже с изучением нот. Скажу тебе больше, скажу тебе больше, что я комбинирую все четыре. В зависимости от возраста, в зависимости от темпа развития ребенка, от его желаний. Есть интеллектуалы, которым просто ничего не надо, только начать учить ноты. А есть те, которые хотят музицировать, а есть те, которые хотят непременно участвовать в концертах. После того, как в Пох и Лупиано мы проходим основной раздел, то есть мы научаемся играть сначала одним пальцем, двумя руками, разными штрихами, легато две ноты, три, четыре. После этого я уже начинаю смело вводить другие книги. и совмещаю несколько книг вместе. Еще что мне нравится, то, что не только CD-сопровождение, но и выписанная партия педагога. То есть можно комбинировать в условиях пандемии, допустим, незаменимое CD-сопровождение, а в нормальных условиях, когда ты общаешься с учеником рядышком, то, конечно, совместное музыцирование развивает намного лучше, и есть партия педагог. Замечательно. Еще скажем сразу, где можно эти книги заказать, а можно на сайте у Иры Минс, называется HelloPianoShop, правильно? .de, все правильно. HelloPianoShop, одно слово, .de. Я, знаешь, вспомнила, мы с тобой знакомы три года, и как раз в феврале мы познакомились, когда я приехала к тебе на двухдневный семинар. Ты представляла свою школу и делала открытые уроки, и меня просто потрясло, огромное количество творческих находок, совершенно неожиданных для меня, несмотря на то, что у меня был уже опыт педагогический большой. Ты находила такие предметы, которые им не подумать мы не могли бы, как приспособить к выработке каких-то определенных навыков у ученика. Это были и перышки, это и зеркальцы, это и хит, ботиночки кукольные для пальчиков, чтобы пальчики не вытягивались. Это и резиновая хрюшка, которая там смешно повизговала, когда погружаешь в клавиатуру. Вот скажи, пожалуйста, а, и коврик, коврик с наполненной клавиатурой, по которой ты развиваешь звуковый сотный слух, его, кстати, тоже можно у вас купить, но не на сайте, да? Нет, на сайте тоже можно купить. На сайте тоже. Вот у меня вопрос, где ты черпаешь эти идеи? Откуда они приходят? А, идеи приходят из мыслей, мыслей от учеников, которые меня преследуют днём и ночью. То есть не мытьём, как питанием, но всё равно заставишь его и добьёшься результата хорошего. Иногда я не даю спать своего несчастного мужа, потому что лёжа в кровати, я играю, особенно я пытаюсь понять, каким образом я могу исправить те проблемы, которые у меня есть. с башмачками получилось совершенно случайно, я была в магазине, стояла в очереди и увидела пальчиковый футбол. Пока очередь шла, я, естественно, нацепила эти самые на пальцы и начала ходить и потом подумала, о, так это же как раз наше движение, о, красоте, так же никто не ходит. И, ну, потом уже, конечно, модифицировались, начались обувь, без каблуков, правда, но удобная обувь. Например, кое-что, это не моё, я подсмотрела, например, со свинками, с хрюшками, это Вета Ирха, тоже наша харьковская совершенно замечательная пианистка, музыкант. Я у неё это увидела, ну, адаптировала потом к своим. У нас хрюшки разного цвета, разного звучания, и, соответственно, мы можем хор создавать, и слышно, буквально, вот если, вот у меня хрюк, если я играю, очень, погружаюсь очень быстро, быстро, то звук очень неприятный. Он возбудшается. А вот и, слышишь? Слышишь? А-а-а! Конечно, куча игрушек, которые тоже получают удовольствие от массажа и так далее. Надо сказать, что моя коллега Нина Марда мне тоже очень, она меня мотивирует, она, в общем, совершенно потрясающий человек и совершенно потрясающий музыкант, и мне очень приятно с ней обмениваться, у нас прям, мы фонтанируем с ней вдвоем. Вот, так что иду на улице, смотрю, что лежит, где, и думаю, а вдруг это может мне пригодиться в работе. Ты знаешь, что я даже при занятиях спортом, я даже... Да-да-да, я заметила, крещендо ты учишь, как правильно вот это натяжение почувствовать. Я вот здесь по утрам занимаюсь спортом, у меня есть этот эспандер, или как он называется по-русски, очень замечательно действует. Так что всё, что есть рядом, можно приспособить, если захотеть. Да, получается у тебя фокус внимания смещён именно в педагогику, поэтому всё, что вокруг происходит, применимо к педагогике. Ну, замечательно. Что мне ещё очень интересно, я всегда с удовольствием смотрю твои открытые уроки и записи в Фейсбуке, видеозаписи, отрывочки из уроков. Ты всегда выбираешь очень интересный, не заигранный репертуар, и ты фактически открываешь новые имена. Какие-то композиторы, которых забыли, да, ученик Листа, я увидела, Ройка. А его не забыли, его просто не знают. Его не знают, да. Ройка. Новых композиторов открываешь. То есть благодаря тебе я познакомилась с произведениями тоже Елены Ко, Дмитрия Негремовского, потом Нина Артович. Ирина, ты очень активно используешь её книги у себя в работе. Ну, меня. Спасибо. Оксана должна сказать замечательная совершенно. Могу от души, ты не слушай, пожалуйста, да? Могу от души порековать. Тема другая, тема другая сегодня. Но благодаря тебе я действительно написала сборник Купентеатра. Это ты меня всегда спрашивала, когда же, когда же ты напишешь для малышей? А я всё отгораживалась от этой идеи. Мне казалось, что они владеют настолько минимальным набором ещё навыков, что создать какие-то интересные произведения невозможно. И тем не менее, ты меня уговорила, и я тебе очень благодарна. За этот сборник он пользуется очень большим успехом. Да, и замечательное творчество Александра Писканова я для себя тоже открыла. Пожалуйста, расскажи о том, как ты вышла на его произведение, потому что я тебя узнала о нём. И это знакомство с творчеством переросло потом в личную дружбу, в замечательные проекты. Ты же ездила в Лондон. Расскажи, пожалуйста, об этом. Я действительно очень, как ты правильно сказала, у меня всё в жизни крутится вокруг педагогики. Если у меня вдруг случается свободное время, я с удовольствием ищу в Ютьюбе какие-то произведения для своих учеников, слушаю. И я нашла тогда, это было, по-моему, это Spirit of the Wind. Я услышала исполнение и подумала, вау, это здорово. Потом начала уже искать, это было произведение Песканова, потом начало другие произведения его искать. И в результате это вылилось вот в такой вот, вот в такой вот пакет с его книгами, которые я заказала, потому что было очень сложно выбрать, что бы я хотела, я хотела всё. И мы заказали действительно очень много книг Песканова. И оказалось, что вначале мы играли его сольные произведения, замечательные, даже для совсем малышастиков. Потом мы играли дуэты, потом я нашла концерты. И оказалось, что концерты, конечно же, пока уж ребёнок дорастёт до концертов Моцарта или Гайдена, должно пройти достаточно или Баха, достаточно время. А у Песканова есть, у него, по-моему, 16 или 17 концертов, начиная от совсем, ну уж совсем, я не знаю, наверное, это первые полгода обучения или конец первого года обучения и заканчивая совершенно невероятными Азри Рапсади, это уже абсолютно взрослый концертный репертуар. Каждый может найти для себя то, что интересно. Замечательная музыка, очень удобно написана, чувствуется, вот это меня заинтересовало. Я ищу книги композиторов, не те, которые интересно звучат, а те, которые опять же продуманы. Да, методически продуманы, да. Да, и вот как раз в этом смысле Пескановские совершенно уникальные были произведения. И как-то так получилось, что он вообще неприятный человек, он мне написал, и он очень положительно реагировал, всегда хвалил меня за исполнение его пьес, а потом он неожиданно предложил нам принять участие в, это была мировая всемирная премьера, в Карнеге Холл, да, в котором принимали участие и дети со специальными особенностями, да, special needs, аутисты. Ну, в общем, это был такой необыкновенный концерт совершенно, и мы получили ноты с моей ученицей в декабре, а в апреле мы должны были играть уже, то есть получилось так, да, он мне передал ноты в декабре, где-то в начале декабря, 12 страниц, ну, думаю, справимся. 24 декабря он звонит и говорит, у меня есть замечательная новость, ты себе даже не представляешь, это лучшее, что я создал. Я говорю, что? Совершенно все иначе, 24 страницы, это здорово. В общем, короче, конечно, это здорово, действительно здорово, но нам пришлось хорошенечко поподить, для того, чтобы с 11-летним ребенком эти 24 страницы текста концерта сыграть так, чтобы действительно это было здорово. Это нам удалось. после этого были... Ты с ним и лично играла. Да, после этого были европейские премьеры в Лондоне, и там мы с ним встретились, и ну, все спонтанно решается, и он говорит, а, он знал, что я в этот момент учусь со своими девочками дуэт симфонета для бундесвейдберба нашего. И чем я еще очень благодарна Песканову, что мне позволяется делать свои купюры, ремарки, концерты мне позволяется дописывать, например, каденции. Вот этот симфонета была размером, ну, в общем, это было больше 8 минут времени, я из нее сделала 5 минут времени, потому что иначе на конкурсе нельзя было бы играть. К его произведениям малышей, для малышей мне позволяется дописывать аккомпанементы и делать из них дуэты. В общем, у нас, когда наша совместная творчество развивается и, да, в общем, доставляет нам обоим большое удовольствие. Да, хочу сказать, что это американский композитор с украинскими корнями, он родился и вырос, да, по-моему, в музыкальную школу он в Одессе. Одесса, из Столярского, да. А потом Джулия Шулия учился, да, и его произведения можно тоже на его сайте найти, наберите просто Александр Песканов. Хорошо, все слушатели могут задать уже вопросы, пишите вы в комментариях, сейчас я задам Ирочке блиц-вопросы и после этого читаю вопросы зрителей. Это должны быть блиц-ответы. Хорошо. Можно блиц, да, вопросы, блиц-ответы. Значит, какое твое кредо в жизни, вот твой девиз по жизни, с чем ты идешь? Всегда. 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 Интересно, емко очень, да, хорошо. Что тебе больше всего не нравится в людях? Лживость. Без чего ты не могла бы обойтись в жизни? Без моего мужа. Без кого, да. А без чего? Без чего? Музыки, ну, мой инструмент, моя работа, моя профессия. Какую музыку ты считаешь плохую? Это, кстати, не мой вопрос. Это задала вопрос моему сыну, учительнице музыки. Мне интересно, как ты ответишь на него? Ту музыку, от которой мне скучно, которая во мне ничего не будет. Какие вопросы ставят тебя в тупик? Никакие. Хорошо. На что бы ты потратилась? Я всегда найду какой-нибудь выход. Это замечательное качество. На что бы ты потратила последнее евро? На свою семью. Ах, нет. Ну, и последнее, с чего начинается твой счастливый день? Мой счастливый день? Знать, что у меня в семье все здоровы, а все остальное приложится. Между прочим, и еще, у меня сегодня моему сыну 40 лет. Представляешь? поздравляю все души. И роженицу. Спасибо, что ты, несмотря на день рождения, нашла время все-таки выйти. так что я поздравляю и роженицу, и папу, и твоего сыночка. Спасибо. И папу все, да. Здоровый, да, и чтобы он развивался и радовал тебя так же. Хорошо, Ирочка, значит, я свою программу выполнил, я сейчас прочитаю, какие у нас вопросы есть, если написать. Ну, вопросы вы учите чисто по русской школе, внимательно пересмотрите запись этого эфира, потому что там Ира подробно рассказывает про свою методу. У нее своя собственная спортивная школа, по которой она и учит. И пишут тебе, смотрю, любуюсь вашим дуэтом, спасибо за эфир, душевные приятные. Спасибо. Ну, вы можете, дорогие друзья, писать, писать вопросы. Вот я нашла вопрос. Как вы работаете над техникой с малышами? Ну, мне кажется, на этот вопрос у Иры такое количество видео, что вам нужно зайти в Facebook. Я еще к этому хочу добавить. Мы не раскрыли вопрос фестиваля. Вот там можно, конечно, многому поучиться. Я организовала фестиваль Hello Piano, фестиваль онлайн. Пожалуйста, заходите. Каждый, тот, кто занимается по этой системе, может послать свое видео. я обязательно даю какие-то рекомендации, советы. Я многим делаю видео для того, чтобы подсказать, как лучше работать над техникой. И, естественно, мне очень важно, чтобы создалась очень добрая атмосфера, что мне действительно удалось. Это совершенно потрясающая атмосфера на этом фестивале. дети просто счастливы получить какие-то добрые слова от автора книги. И родители стараются делать видео. В общем, получилась такая вот работа всех, педагогов, родителей, детей, моя. И мне это очень большую радость отставляет. Это самое ценное. Ира пишет каждому какие-то пожелания. и даже видео. Видео посылает, на которых она подробненько рассказывает, что можно улучшить, как вы можете помочь ребенку. И это очень ценно, поскольку это абсолютно бесплатно. И еще вопрос. Расскажите, пожалуйста, какие самые главные аспекты построения игрального аппарата, так как здесь, в Европе, мы сталкиваемся с разными подходами. Ну, не знаю. Мне кажется, Я начинаю с этим пальцем. Да. начинаю играть третьим пальцем для того, чтобы почувствовать своды руки, для того, чтобы почувствовать свободы руки. Потом мы занимаемся тем, чтобы развить координацию рук. Играем двумя руками вместе, раздельно. Потом не спеша вводится легато на две ноты, на три ноты. Все сопровождается аккомпанементами в трех темпах. То есть фактически в основном стоит методика русской квартепианной школы, но ты ее очень хорошо приспособила к немецкой системе, чтобы это все было плавно, с удовольствием и интересно. И я хочу сказать, что у Иры есть канал на YouTube, там, где вы можете посмотреть много видео с выступлениями ее учеников. Есть на Facebook страница HelloPiano, там, где она выставляет постоянно отрывки с работой своей повседневной с учениками и многому можно научиться и я с удовольствием всегда смотрю и заряжаюсь. Я вообще благодарна тебе, что ты меня повернула в сторону педагогики опять, когда у меня был кризис среднего возраста и когда я приехала к тебе на семинар и вдохновилась снова. Так, и сейчас как вам лечь родителей? Еще один вопрос, когда они не хотят или не находят время присутствовать на занятии? Ну, здесь, в общем, это очень большой глобальный вопрос и за две минуты очень сложно ответить, но я думаю, что когда в, я буду о своей школе говорить, когда родители приходят и видят, у нас весь коридор завешан дипломами, медалями и так как-то сертификатами и они видят, о, дети достигают каких-то успехов и я им объясняю, что мы хотим, чтобы у нас все дети были успешными, но для этого нужна помощь родителей. Здесь нужно постоянно разговаривать и объяснять. Если вы хотите просто выбрасывать на ветер деньги, это, конечно, ваше право, но хотелось бы вообще большего. Оксана, я еще должна обязательно сказать, что я очень люблю твою музыку и твои дети очень любят музыку и наши многие победы на многих конкурсах и даже гран-при, на многих конкурсах связаны с твоей музыкой. И у тебя тоже совершенно потрясающие книги, которые как нельзя лучше подходят к методике, которую я преподаю. Мы плавненько переходим и совмещаем и с твоими пьесами, и с твоими книгами. Так что я могу только от души их порекомендовать дальше и наслаждайтесь хорошей музыкой. Спасибо. И последний вопрос я сейчас прочитаю, его ответим и мы закручиваемся, чтобы эфир наш сохранился. Расскажите, пожалуйста, о случаях, когда ребенок теряет мотивацию, как вы справляетесь? я пытаюсь его мотивировать. А вот как я, мне это удается, у меня очень много способов и я не смогу за две секунды рассказать, но у меня есть способы и визуальные, и способы разговоров с ребенком, и есть YouTube, мы можем заинтересовать это тоже, у нас программы есть специальные, которые помогают мотивировать детей. Конечно, мы сегодня перечислили все, нацеленность на концертные выступления, сотрудничество с родителями, участие во всяких онлайн-фестивалях, потом внутри школьные концерты и конкурсы, все было перечислено в этой программе. Молодец. Мне кажется, просто вы еще раз пролистаете, еще раз прослушиваете все и берите ручку и записывайте все секреты от Ирины Минс, потому что главный секрет это необычайное трудолюбие и самоотвержденное служение педагогике и музыке и со всем включающим сюда пакетом. Спасибо огромное. Я тебе благодарна за сегодняшний эфир. Я с удовольствием тебя увидела и пообщалась. И, честно говоря, даже скучаю по этим всем семинарам, потому что они несут необычный заряд. Тебя кто-то сравнил с атомной электростанцией, так что свети, заряжай всех остальных и дальше. Возначайся к моему лозунгу жизни всегда. Всегда. Хорошо. Значит, будем всегда. Субтитры сделал DimaTorzok